Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о истории создания Angry Birds 2. У разных людей разные мнения насчет этой игры. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но этой игре уже исполнилось 6 лет и за столько долгое время игра могла поменяться уже тысячу раз. И поэтому сегодня мы поговорим о том, как должна была выглядеть игра IO, задумки, а также рассмотрим концепт арты и все такое. Удачного просмотра! Первые предпосылки к созданию игры появились еще в 2012 году. Вообще, изначально Ровер заявили, что не будут делать сиквел. Тем не менее, они начали разрабатывать игру, включающую в себе путешествия во времени. В то время это было очень модно и круто. Например, те же Амням Путешествия во времени и ПВЗ 2. У нас есть вот такие концепт арты и видно, что действия игры могли происходить в разных временах. Например, в доисторический Мезозойский период или же 70-е годы. Это была, конечно, интересная идея, но Ровер пришлось от нее, конечно же, отказаться. Сделали быстро демку этой игре, потом наделали анимации, концепт артов. И из-за нехватки средств, да и то, что надо было поддерживать уже другие проекты, про этот проект забыли, понятное дело. И потом, когда зашел вопрос о создании новой игры, вспомнили про эту вторую часть, Angry Birds. И поскольку они отказались от первоначальной идеи, они решили просто сделать продолжение первой части. И игра называлась Angry Birds Under Extraction. 6 марта 2015 года игра под этим названием вышла в бета-версию. Потом, 30 июля 2015 года, уже доработанная с названием Angry Birds 2, она уже вышла в мировой релиз. И во время разработки уже окончательного проекта, у разработчиков было очень много вариантов присособлений, всяких свиней. Но, к сожалению, от них отказались, а может и к лучшему. У нас есть только вот эти концепт арты. Но игра потерпела очень много изменений, от бета-версии до нашей нынешней. И сейчас мы рассмотрим уже бета-версию игры. Игра имела такой загрузочный экран, уже со старым названием, понятное дело. И в бета-версии, в отличие от наших пяти, имеется 10 жизней, чтобы игроки как можно следует, могли протестить эту бету. Также, вместо Реда, который давал нам всякие подсказки, был Могучий Орел, но почему-то в классическом стиле. Перед загрузкой уровня указывалась глава и локация местодействия. Также, Крашометр, или как он там называется, имел другой дизайн. И также, в первых уровнях нам не давались дополнительные карты за добивание какого-то количества очков. И что самое интересное, здесь 3D-рогатка. Вот можете посмотреть, вот она. 3D, не знаю, может это к лучшему или к худшему, но прикольно, конечно, да. В принципе, бета-то ничем не отличалась от релиза первых версий. То есть, все то же самое, ничего особенного. Те уровни, просто немного изменили пару деталей и не все. Но, сама по себе, когда игра вышла в релиз, она тоже менялась. Не было никаких костюмов, никаких жемчужин. А потом, они появились. Вот, какой картинкой нас встретило обновление с их добавлением. Робби, вы, кажется, перепутали. Сядь не по одежке, а по умолю. Почему? Ну, конечно, идите в баню, слушайте. И говорят, что это настало конец игры. То есть, самый печальный ее период. Рассвет доната и всего такого. Я не знаю, я играл. Мне единственное, что я могу сказать при игре. А нам, возможно, доесть. Своим такой красивый, такой берт, такая шикарная. Но, может, надо есть. Там, может, каких-нибудь режимов, да, каких-то прикольных. Например, классический, что птицы уже выданы. То есть, определенное количество, а не картами. Но тогда-то вышло стиль, эту идею с картами, этими костюмами. Но, однообразная игра, ничего особенного. Я вам, конечно, рассказал такую себе, сори, кратенько. Можно где-то посмотреть прям конкретно, подробно. Но игра прошла очень долгий этап разработки, концепт-артов, задумки, так что и разработки. И получилось то, что есть. У людей разные мнения насчет этой игры. Но давайте, признаюсь, игра получилась такой, ну, нормальной, хорошей. По крайней мере, хотя бы графикой или еще чем-то. Ну, нельзя назвать это игрой, ну, просто помойкой. Потому что, ну, в этой игре есть, конечно, свои плюсы, за которые ее можно походить. Ну, и также минусы. А с вами был я, Декон. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok